Добрый день! Сегодня 15 мая 2024 года. Я продолжаю свой рассказ про нашу поездку в Вегас. И это очередной день. И так как фотографии у меня на телефоне дают информацию о том, когда это было записано, я вам могу точно сказать. 23 апреля. Вот так вот я сильно отстаю на целых три недели. Но ничего, я постараюсь быстренько-быстренько каждый день записывать. Глядишь, куда-нибудь и придем. Итак, я начинаю с фотографии с нашей общей. Это мы тут с Зулечкой отправились по моему Вегасу. То есть мне очень повезло, что самый мой первый приезд в Вегас был не просто вот Джеймсом. Потому что я не знаю тогда, какой бы у меня был Вегас. А так как я приехала впервые туда на свадьбу к нашей Ленусе, вот она с нами все это время была со своей машиной, ничего не поменялось за эти 20 лет. Она всегда с нами. И когда мы там, она берет отпуск на эти дни, отгулы берет, с нами находится. И только пожелайте, она нас везде повезет. Самый первый приезд у нее машины еще не было. И она нас водила из отеля в отель. И в каждом отеле есть своя изюминка. И есть что посмотреть. И раз мы жили в Экскальбуре, то один из ближайших отелей от нас был Нью-Йорк-Нью-Йорк. Мы с женщиной там останавливались пару раз. И он мне как-то не очень нравился. Мне казалось, что он очень темным и сумрачным. Наверное, именно таким видели те, кто этот отель создавал. А в этот раз я прямо там повосхищалась. Я хотела зайти и выпить чего-нибудь в баре, который называется... В Ариш-Дамбаре я обычно не только чего-нибудь выпивала, но и танцевала. Там всегда живая музыка. И она, естественно, ирландская. И у них танцы такие своеобразные. Она немножко ее перебирает, перебирает. Но когда танцовщицы устают и уходят, тогда можно под эту музыку потанцевать. Я получила массу комплиментов. И некоторые даже спрашивали, они профессиональные, вы танцор? Нет, они профессиональные так натанцевали, что им не до того. А мы с Зулечкой вот гуляли из отеля в отель. А мы с Зулечкой гуляли из отеля в отель. Я ей показывала мой Вегас. Вот такой. Когда в каждом находишь что-то. И она приняла этот мой Вегас. То есть ходить-то надо много, поэтому обувь берите удобно. Она целый чемодан привезла нарядов, а я обхожусь малым. Потому что, ну, какой-то один наряд на выход можно взять, там сходить на шоу или куда-то. А так, самое главное, удобная обувь и желание ходить и рядом. Кстати, я забыла сказать, что мы нашли этот бар. Я теперь с трудом нахожу, потому что, ну, последний раз в Нью-Йорк, в Нью-Йорке я была, ну, лет пять, может быть, назад, может быть, больше. Это не мой самый любимый отель. Но все равно была ситуация, когда мы жили в Рио, и там можно было никуда не выезжать, кроме как желания пройти по стрипу, посмотреть светомузыкальные фонтаны. В то время еще очень много было шоу бесплатных прямо на улице. И один из любимейших был возле Трэжайланда. Битва на кораблях с пиратами. Шикарный был. Так жалко, что его теперь нет. И мы поехали сюда специально, в Нью-Йорк, Нью-Йорк, потому что я захотела в этот паб зайти. Оказалось, он еще закрыт. Как и многие другие места были еще закрыты, с этим отелем стоит вот этот знаменитый Бруклинский мост. Мне посчастливилось по этому Бруклинскому мосту не только проехаться, но и пройтись. Меня вот так вселенная любит, что когда в самую первую поездку я с подругой туда ездила, у ее подруги там жил брат, и он нам сделал экскурсию. По ночному Бруклину он нас завел во взрослые магазины, где мы насмотрелись на всякие чудеса. Тогда этого в России еще не было. Мы по этому мосту прошлись. Там, оказывается, есть пешеходная дорожка вдоль всего моста. Но на тот момент на мне были сандалики с каблучком. Я же до 60 лет ходила постоянно на каблуках. И даже в поездке с собой я знала, что нужна обувь удобная, но все равно брала что-то еще. И раз на машине, то, естественно, на каблучке. Если я найду, то фотографию я здесь поставлю. И в руках у меня эти самые снятые башмачки. Я подустала на этой очень удобной обуви. Мы с Зулечкой ходили из отеля в отель. И я вам буду показывать просто те небольшие кадрики, которые мы здесь поснимали. И даже какую-то информацию, вот здесь, допустим, она нам сняла сначала экспозицию, а потом обнаружила, что все это сделано из сахара. Я никогда внимания не обратила. Хорошо в поездку брать новых людей. Они тебе на что-то укажут. Мы с Зулечкой обе ранние пташки. Мы встаем чуть свет. И многое-многое было закрыто. Мы зашли чего-нибудь серьезненького перекусить. Я знала, в какое кафе я хочу ее повезти. Но там была такая длинная очередь, что мы решили, что ой-ой-ой, мы совсем этого не хотим. Давай просто посмотрим на те тортики, которые здесь экспозиция сделана. И пойдем искать что-то серьезное. И даже вот была ситуация, по-моему, это было вот в торговом центре, что я снимала сверху, со второго этажа, вместо того, чтобы пройти по первому, потому что первый был просто перекрыт. И я вот со второго сняла и показала ей поближе, что там и декорации вот такие шикарные. И вот эти вот, как же их назвать-то? Это я буду сама придумывать, потому что я не знаю правильного названия. В колбах в установленных стеклянных, реке внутри, вода бушующая в качестве смерча. Это очень красиво, когда рядом находишься. Но я вам прислала вот так, как у нас получилось. И к тому времени, когда мы выходили уже из этого торгового центра в Кристалле, Наталья уже была готова к нам присоединиться. И я ей послала фотографию, что мы тебя вот здесь и будем ждать. Она такая большая умница. Вот она к нам и пришла. И она, а кто же нас фотографирует? Это интересно. Она-то смотрит на телефончик, а нас явно кто-то снимает. И, наверное, с моего телефона. Смотрите, как я обряжена. У меня, во-первых, на груди написано, что я сумасшедшая. Крейзи там написано. Когда я шла, на меня пальцем показывали. Говорят, не все такие смелые, чтобы рассказывать про себя, что вы сумасшедшая. У меня вот эта сумочка. Я вам говорила о том, что я ее выбрала, когда-то давно забраковав, но не выкинув. Нет, и мой телефон тоже у меня в руках. На Зуле, наверное, у нас кто-то снимает. И у меня рядом привязан теплый палантин. Вот у Зули кофточка в руках, потому что на улице тепло, даже жарко. А внутри холодрыга, и нужно к этому быть готовы. На улице я сняла тоже декорацию такую, потому что внутри она была. И мне очень хотелось, что, ой-ой-ой, как интересно они сделали, они всегда что-то меняют. И там, где рядом был фонтан, теперь этот фонтан уже не такой. Я просто девочкам говорила, ой, он был такой необычный. Вот вся вода подпрыгивала кверх, а потом падала. Но сейчас она не падает, он совсем по-другому теперь работает. Я еще раз вслух хочу озвучить, что как здорово, когда с нами ездят молодые люди. Меня очень радует, что люди на 15, 20 и 25 лет готовы со мной встречаться, со мною быть, и даже меня чему-то обучать. То есть мы потащились в космополитен, потому что у нас тоже уже есть традиция обязательно сфотографироваться вот в этом башмачке. И девочки меня уже нафотографировали и так, и так, и всяко. И я бы абсолютно напрасно сделала, что фотографировалась первая. Потому что, смотрите, я просто залегла в этот башмак, а когда Наточка молоденькая забралась с него, она-то хорошо прогнулась, там такая фигурка идеальная. Ну, там и так она идеальная. Хотя мне бы, наверное, на пользу было, если бы я как-то немножечко прогнулась. Хотя блузочка-то она на мне широкенькая такая, очень удобная. И мы потащились туда вместе, и не случайно, потому что второй традиции, кроме фотографирования в этом башмаке, у нас еще есть непременно вот на втором этаже, под этой хрустальной огромной люстре, выпить мимозочку. И если кто-то в следующий раз со мной поедет, вы мне, пожалуйста, напоминайте, пойдем вот сюда под люстру, и ты грозилась нашу мимозу оплатить. Это уже теперь хорошая традиция. Даже если вас будет 40 человек, я всем куплю по мимозе. Хотя она, конечно, дорожает. По-моему, в прошлый раз она была еще не то 12, не то 13 долларов, а сейчас, по-моему, уже 17. Но мне это по карману. Самое главное, что я живу красиво, у меня есть определенные традиции, даже при посещении Вегаса, и я с удовольствием вас там угощу. Но что было новое в этот раз, мы поднимались на лифте. Я как-то никогда не поднималась, потому что до второго этажа я еще пока в состоянии доходить. А в этот раз мы решили поехать на лифте, потому что вот с нами молоденькая девочка, она говорит, как так? Надо ехать. Поехали. Я его наснимала совсем других ракурс. И мне это очень-очень понравилось, что прямо еще на бис мы повторили и еще раз сняли, потому что мне казалось, что вот этой позиции я его не досняла. И, конечно же, мы пришли на те же самые места, на которых это было и год назад, и два года назад. И то, что было это в прошлом декабре, где мы с девочками сдвигали вместе фужеры, мы точно так же с девочками сели на это самое место. Нас, к сожалению, было только трое. Может быть, не к сожалению, может быть, нормально, потому что мы на бис потом еще раз повторили это позже, и фотография-то тоже есть в другом месте, потому что Иришка, она очень хотела со мною мимозочку попить. И в прошлую поездку она решила не приезжать к нам туда. Сказала, ну, раз вы с девочками, то и ладно. А мы ей потом рассказали, что ты пропустила мероприятие. Она очень хотела. И раз утром она была занята, конечно, с нами не могла там шампусика попить, но мы повторили все на бис. И еще раз хочу сказать, я каждый раз, когда приезжаю в этот город, я каждый раз захожу в этот отель для того, чтобы в башмачке сфотографироваться, в туфельке красивой, извините, и для того, чтобы выпить мимозочку вот на этом самом месте. Я никогда не знала, что здесь есть четвертый этаж для публики, и только благодаря этой молодой девочке мы туда попали, потому что мы прогуляли достаточно хорошо. И те меню, которые нам попадались утром, они какие-то все были сладкие. А и Зуля, и я, мы очень хотели уже хороший кусок мяса, и не надо нам сладостью тут нас забивать. И лапуля наша нашла, что на четвертом этаже, лифт идет до третьего, кстати, есть шикарное кафе, меню там хорошее, и очереди нет, потому что мы нашли еще один ресторанчик внизу, но там очередь была, по-моему, минут сорок, а мы так хорошо проголодались. Она туда позвонила, узнала, что есть места, поднялись мы туда, и так нас хорошо покормили, просто прелесть. Я, естественно, не стала снимать то, чем нас кормили, потому что, ну, кормили и кормили. Кто что заказал, кто и съел, но идите, пожалуйста, наверх найдете этот ресторан, он шикарный. И поскольку большинство людей такие же, как я, и понятия не имеют, где еще можно поесть, кроме как на первом и во втором этаже, поднимайтесь на четвертый, и все там получите. Обслуживание, хорошая еда, вкусная, все как положено. А мы посидели там еще за столиком, понаснимали виды с балкона, полюбовались на то, что тут бассейн рядышком. Как здорово, что с нами ездит молодежь. Новые и новые страницы Вегаси, они мне открывают, хотя я вот такой завсегдатой. И это была 18-я уже поездка. Скоро догоню. 20 лет в этом году исполняется. Мне надо бы 20-й раз съездить. Съездить в июле я отказалась ехать, хотя у нас там конференция. Утро вориума подходит. Хорошо бы было съездить, но они в прошлом году делали 15 июля, в этом году 13 июля. Я очень люблю Вегас, но вот в самую жару, в пустыне меня как-то не улыбается. Хотя в каждом отеле температура всегда одинаковая, и время всегда одинаковое. Можно идти, но у меня другой Вегас. Мне надо переходить из отеля в отель. В каких-то отелях есть переходы, а где-то нужно по улице переходить, даже если на дорогу я не хочу в эту жару выходить на улицу. Там будет градусов 50, наверное. Я уже осенью съезжу, или зимой, и в другой раз тоже про это расскажу. А сегодня попался вот этот день. Может быть, он и не до конца этот день, но я хотела охватить вот этот участочек, наш утренний, до момента, когда мы сдвинули бокалы и порадовались тому, что если мы придумываем традиции, то они у нас в жизни исполняются. А с вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует.